Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Ваша оценка, насколько сегодня активна предпринимательская среда? Полгода назад мы советом избрали нового мэра. Я считал и считаю, что городу повезло, потому что Поляков Юрий Федорович, это можно сказать уникальный человек. Он здесь проработал уже 10 лет. Начинал и от главы Благовещенской, и зама по курорту, и по торговле. То есть он знает все. Он знает, это знаете, вот начинаем, когда вот новый глава приходит, а где улица Гребенская, слушай, там репутин. А где там то? А этот человек, который знает все. В этом плане городу повезло. И он стремится к тому, чтобы город был лучше. Это общие фразы, но что под этим подразумевается? Каждый день буквально начинается с того, что человек обходит все такие точки наши болевые и предлагает пути решения. Предприниматели, которые у нас здесь работают, которые давно живут, ну просто вот с радостью и ждали все такого мэра. Все вот, между прочим, ну вы, наверное, помните время тоже там ранее, которое там было с таким подъемом начинался там, там и плитку стелили, асфальт там все-все-все-все-все. Это знаете, про кого я говорю, потом все это немножко затихло, все ударились строительством многоэтажек. Сейчас вот Юрий Федорович, он разворачивает, чтобы город стал более привлекательный, социально активнее. Ну все вы знаете, школ не хватает, садиков не хватает и так далее. Но очень сложно делать это все. Однако делается, строится уже три садика новых, там две школы и так далее, и так далее. Предприниматели это все видят. У нас предприниматели очень любят свой город. Вот это я откровенно скажу, вот возьмите Димоев, тот же вот Акопян Юрий Мюшвегович, Гуленко Александр Яковлевич и многие-многие. Папандопол Александр Григорьевич, это я говорю из разных сфер, Лемехов, Олег Юрьевич. Они все работают в различных сферах, то в курортах, то в торговлях, то в строительстве. Но вместе с тем, если когда мы собираемся в общем и говорим, что там-то надо, там-то надо что-то построить, что-то сделать, что-то улучшить, отказа ни у кого нет. Все с удовольствием, буквально каждый говорит, что это сделаю я, это сделаю я. Все вы знаете сейчас вот про арки, которые мы хотим вот на века оставить въезды от Спионерского проспекта к пляжу. И вот, наверное, одну из первых уже я тоже начинаю делать, вот с Гуленко Александром Яковлевичем, спасибо, ему тоже принимают активное участие и так далее. Вот Акопян Юрий Мюшвегович, мы сейчас подряд пойдем их штук 8 проездов оформим в цивилизованном таком стиле с подсветками и к уротному сезону, я думаю, это будет уже готово. И люди приедут, не узнают, потому что каждый человек, который сейчас сюда приезжает, ищет, смотрит, а что было, а что стало, лучше это или хуже. Плюс вы все прекрасно знаете, что у нас мост вот-вот запустится на Крым, а это, я вам скажу, немаловажный фактор. Это испытание будет для всех наших, и ательеров, и торговли, надо, ну как, надо делать лучше, красивее и дешевле, тут вот никак не сделаешь, потому что народ поедет в Крым, это однозначно. Поедет даже по той простой причине, что давайте посмотрим, а как там, вот давайте сравним, как в Анапе или там в Гленджике, и как там. И народ туда поедет, и это к этому надо быть готовым, это придает какую-то, знаете, соревновательность вот в наших курортах. Я думаю, сейчас просто так на ура, ну куда денутся, все равно приедут, уже не пойдет. В чем преимущество Анапы? Анапа – это детский семейный курорт, никуда от этого не денешься, и это очень правильно. Потому что любая мама, любая бабушка, она привезет своего внучка, сынка погреться на теплом солнышке, на песочке, и подзарядиться на всю оставшуюся зиму. Вы посмотрите, везде сейчас снегопады, в Москве минус 20, а у нас плюс 15, никто не понимает, как это так. Но вот такая уникальная природа нашего города, плюс песчаные пляжи, поэтому надо только в этом направлении работать, вот о чем Юрий Федорович говорит, вот совещание было, надо пляжи все привезти в такой идеальный порядок, что человек действительно приезжает, он же, ну кровать хорошо, ну телевизор хорошо, ну в номере хорошо. Но основное достоинство – это пляж, это песочек, это чистое море. Все пляжи должны быть открыты, все пляжи должны просматриваться. Вот сейчас ставится вопрос у Юрий Федоровича, чтобы убрать все вот эти вот огромные заборы, загородки и так далее, чтобы люди проходили, смотрели, и было это все цивилизовано. Вот к этому мы стремимся, и я думаю, это все получится у нас, к сезону будут хорошие пляжи. Надо всем работать на одну цель. Отдыхающий наш, золотой, его любить, лелеять и привлекать сюда, в наш город, по-другому не будет. Вы, с одной стороны, представитель и, собственно говоря, голос предпринимательства Анапского, а с другой стороны, вы представитель власти. Вы входите в состав, наверное, самых сложных комитетов. Это комитет по наполнению доходной части и по эффективному расходованию. Вот как здесь удается находить баланс? Бюджет – это как организм, знаете, он постоянно как-то должен меняться, должен что-то… Вот нам много дают сейчас краевые власти, мы принимаем участие в различных программах, где там 5-10% своих софинансирований, остальное нам дает краевой бюджет, федеральный бюджет. Это очень сложная работа, но глава поставил задачу и бюджетный комитет, и совет тоже, чтобы мы участвовали во всех программах. Вот сейчас благоустройство дворов, вы знаете, было голосование и так далее, и так далее. Если мы, а их порядка, наверное, 60 программ, если мы будем участвовать во всех программах, то, ну, город изменится. Он и сейчас меняется, вы знаете, в лучшую сторону, я думаю, вы видите. Владимир Анатольевич, а не бывает обидно, когда, ну, что скрывать, есть люди, которые критикуют власть, а вот недоработали, а вот мне и сделали? Действительно бывает обидно, потому что критиковать легко. Что ты сделал для того, чтобы город был лучше? Мы же все живем, это наша, как говорится, лодка, которую раскачивать-то нельзя. Люди видят со стороны, люди видят со всех городов. А мы там начинаем вот это, там самое плохое что-то находим, выкладываем это в интернет и думаем, ой, какие мы патриоты. Я считаю, патриот тот, кто хоть каплю внес в благоустройство города, свою, и это будет правильно. Если мы все вот в этом плане будем работать, то вы увидите, как изменится город в лучшую сторону. Потому что, ну, если 100 человек критикуют, а один что-то делает, ну, все равно это будет незаметно и будет очень мало. А если 99 буду делать, а один критиковать, это будет гораздо лучше. Ему будет стыдно. Да, я вот в этом плане. Я, ну, я практик, понимаете. Я вообще, вот если вы заметите, я очень мало выступаю, очень мало, я просто работаю. И призывал, и призываю всех знакомых предпринимателей к этому. Кстати, они все это прекрасно понимают, что говорить можно одно, а делать. Вот часто говорят, вот, там, депутатам выделяют деньги, а они вот там не делают такие. Да никто ничего, поверьте мне, никто ничего не выделяет. Все то, что мы делаем, мы делаем за свои средства. Еще, я уже второй срок здесь, вот, депутатский я имею в виду, было 5 лет, сейчас уже вторые 5 лет. И за это время никогда. Если мы участвуем в каких-то программах, то это программы общегородские, там, общие, там, союзные, где там улицу и так далее. В основном в сфере ЖТХ. А такие вещи, я думаю, вам все депутаты об этом скажут, все практически помогают. Я призываю всех жителей города, включая предпринимателей своих дорогих и любимых, делать дело. Просто подмести, убрать, подкрасить, посадить цветы, и вы посмотрите, как город просто расцветет. Спасибо за этот разговор. Пожалуйста. И удачи вам в вашем нелегком деле.